На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Непростая победа в Гродно женский гонбольный Гомель провел очередной матч в чемпионате Беларуси. Городничанка смогла потрепать нервы действующему чемпиону, хозяйке площадки. После первого тайма и вовсе шли на сенсацию, выигрывая у гостей один мяч. После перерыва команда том же Чаттера все-таки смогла взять игру в свои руки и одержать пусть и не очень уверенную, но победу 26-23. Самая результативная в составе гонбольчанок Виктория Дивак 6 голов. В турнирной таблице Гомель сохраняет за собой первое место. Мозерская славя, находящаяся сейчас на сборе в Бресте, провела спарринг с представителем чемпионата Украины Волынью из Луцка. Мазыряне уступили 0-2. Речицкий спутник в Бобруйске встречался с Белшиной. Их хозяева праздновали победу 3-2. А вот футбольный клуб Гомель сумел обыграть своего соперника. На поле крытого манежа стадиона «Луч» в областном центре «Зелено-белое» встречались с Держинским арсеналом. Дубль войсковый и один гол Батищева принесли победу хозяевам. После перерыва гости ответили лишь голевым ударом кийко. Победа Гомеля 3-1. Жлобинский металлург и Витебск 26 февраля начнут двухматчевое противостояние за право остаться в элите белорусского хоккейного чемпионата. Первый поединок пройдет в Витебске. Начало в 19.00. 28-го команды сыграют уже в Жлобине. Этот матч стартует в 17.00. В Гомеле проходит Кубок Беларуси по тяжелой атлетике. Сильнейшие спортсмены страны выясняют отношения на помосте, расположенном в спортивном клубе «Гомсельмаш». Наш областной центр несколько десятилетий не принимал состязаний такого уровня среди тяжелоатлетов. Однако Гомель давно зарекомендовал себя как надежная площадка для проведения детских и молодежных стартов. Поэтому Белорусский тяжелоатлетический союз не рисковал, когда предложил провести столь важные состязания именно здесь. Все довольны, команды, спортсмены. Проходит все хорошо, все организовано. Претензий нет. Поэтому будем дальше в Гомеле проводить соревнования, может быть, включая и такого же уровня в дальнейшем. Кубок Беларуси собрал практически всех сильнейших. Из-за пандемии у тяжелоатлетов, как и у представителей многих других видов спорта, есть соревновательный голод. Ковид значительно урезал как внутренний, так и международный календарь, а потому важен каждый старт. К тому же перед Кубком стоит вполне конкретная цель. Эти соревнования очень важны, поскольку они являются отбором перед чемпионатом Европы, который будет в начале апреля в Москве. А чемпионат Европы в свое время – это отбор к Олимпийским играм. Поэтому значимость в данных соревнованиях очень высокая. Практически вся национальная команда будет выступать, за исключением, наверное, нескольких человек, которые имеют определенные какие-то микротравмы. Поэтому мы хотим их, конечно, поберечь для того, чтобы они напрямую поехали уже на Европу. Завершится Кубок Беларуси 27 февраля. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова